Приветствую вас. Ну, для начала, для начала, я полагаю, будет справедливо, если вы изучите так называемую игру «Какой ужас?» Потому что, мне кажется, эта игра подходит вам. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что нормальному человеку будет сложно жить там, где вы живете. Если честно, не очень понял, почему в маленьком городе не снимешь квартиру. Всегда можно попросить поднакомым, всегда можно найти какие-то варианты. Мне кажется, это вполне себе нормально. И здесь, мне кажется, есть еще одна игра, которая называется «Тупик». То есть, загоняя самого себя в тупик, человек перекладывает ответственность за свое состояние на других людей. И, в частности, переносит на них свой негатив. Недовлетворенность, агрессию, злость и так далее. Эту игру, соответственно, вам тоже нужно и вяжите, и вяжите, на мой взгляд. Будет полезно. Дальше. Вы говорите, что мне неинтересно пить пиво и налить сигареты. Допускаю. Вы говорите, что девушки вообще ужасные и так далее. Допускаю. Допускаю, что девушки ужасные. Только вот я не очень-не очень понимаю, вы живете в другом городе и приезжаете в маленький город на учебу? Или вы живете в том же городе, но приезжаете в общежития, где люди совсем другие? Я не знаю, что девушки ужасные. Мне вот этот момент как-то показался непонятным. В конце концов, учиться можно и дистанционно, и заочно. Ну, было бы желание с вашей стороны. Это, опять же, здесь вот только с том, да, насколько вы готовы что-то делать. Ну, вот со своей жизнью. То есть, например, можно договориться, да, что вы учитесь дистанционно, а просто практику там получаете отдельно. Ну, то есть, всегда можно договориться, всегда. Вот. Но вы этого не делаете, и это, собственно, тоже такой важный момент. Ага. Так вот, про людей. Значит, допускаю, допускаю, что люди вам не нравятся, могут не нравиться. Но только на самом деле вся в том, да, только, что эти люди вызывают у вас чувства. Эти люди вызывают у вас чувства. И мне бы хотелось знать, почему эти люди вызывают у вас определенные чувства. Ну, не подходят они вам, да? Ну, не нравится вам, как они живут, эти люди. В общем, это вполне нормально. То, что вам может не нравиться. Но почему-то раздражает. Откуда страх стать таким-лим? С чего вы должны стать таким-лим? И ответ на этот вопрос может быть только один. А именно, значит, то, что вы в глубине души в тайне как-то вот где-то подознательно хотите с того, что делают эти люди. Не обязательно именно пить и курить. Не обязательно вести беспорядочную половую жизнь. Я скорее говорю о некой свободе, которую, может быть, как бы декларируют эти люди. И мне кажется, что именно это вас так цепляет. Конечно, вы можете не согласиться со мной. Вы можете сказать, что я не прав, что это не так. Но подумайте. Подумайте над своими чувствами. Именно с чувствами. Ведь раздражение есть? Есть. Страх того, что вы можете стать таким, есть? Есть. А почему вы боитесь, что станете таким? Потому что считаете это недопустимым для себя, видимо. Но если вы считаете это недопустимым для себя, значит, есть запрет. Там, где есть запрет, там всегда есть подавление. Потому что вы запрещаете себе полностью вероятно. Ну, я в контексте алкоголя говорю. Вы запрещаете себе полностью. И алкоголь, и, например, секс ради секса, хотя в этом, опять же, ничего плохого нет. Ну, то есть, понятно, что если это образ жизни, да, и как бы без средств защиты, там, в обман, да, девушкам там и так далее, и так далее, это да, это безусловно, не подходит. Но в самом себе сексе ничего плохого нет. Кстати, другое дело, если девушки там, ну, действительно ведут себя так, как вы говорите, это уже другой момент. Но еще раз повторю, в том, что вы чувствуете, в том, что вы испытываете, в том, чего вы хотите, есть смысл. Нужно, нужно, нужно этот смысл постараться раскрыть, увидеть. Вот. Это, ну, по сути, очень важная деталь, потому что от нее зависит то, насколько вы будете гармоничны. И так далее, ведь в жизни всегда нас окружают люди, которые так или иначе ведут образ жизни, ну, такой. Не всегда правильный, не всегда корректный, не всегда хороший, не всегда такой, как мы хотели бы вести и так далее. Нас это очень сильно развращает. Так вот, в психологии, психологии, есть такой термин, как проекция. И проекция обозначает именно то, что вот человеку не нравится, да, человеку не нравится, то, что ему хочется в глубине души, то есть вызывает раздражение, да. Причем, раздражение вызывает не сам объект, то есть, например, кто-то не любит мясо, допустим, да. Говорит, ну, я не люблю вкус мяса. Вкус мяса. Это так. Вкус мяса человеку может быть неприятным. Это верно. И это нормально. А вот что стоит за мясом? Со самим мясом что стоит? Например, за мясом может стоить ощущение животности, которое человеку неприятно, стыд животности и так далее. И вот данный аспект является уже таким существенным достаточно запретом. То есть, это действительно серьезный запрет для человека. Действительно серьезный, важный запрет. Запрет на животность. Но ведь каждый человек животен. И если запрещать себе животность во всем, что будет неудовлетворение. Понимаете? То есть, никакой запрет в своем абсолюте хорошего ничего не дает. Я полагаю, что именно в этом ключе вам и стоит поразначислять. Ну, как мне это видится в любом случае. Теперь дальше. Что касается того, что вы, вот как говорите, да, боитесь стать, значит, такими, если у вас все хорошо с личными границами и никогда не станете. То есть, личные границы это то, где доканчивается один человек и начинается другой. Личные границы защищаются каждым. Собственно, отдельно. Да? Вот. И это надо понимать. Хорошо понимать. Поэтому, для того, чтобы вам не стать таким, нужно, просто-напросто четко знает, где вы, где другие, чего хотите вы, что хотят другие И что позволяют другие себе, что позволяете себе вы, чего не позволяют себе другие и чего не позволяете себе вы. Вот по сути, это вот довольно простые моменты, которые могли бы помочь вам никогда не стать таким, как эти люди. Но при этом иметь возможность и выпить иногда, и, может быть, крестать с кем-нибудь, если хочется, ну, если желание есть, да, и так далее. Что касается завышенных требований к людям, то здесь ситуация откладывается следующим образом. Завышенные требования к людям – это, опять же, проекция себя. То есть, если вы требуете от людей чего-то, то, скорее всего, вы требуете от себя чего-то. И если вы требуете чего-то от себя, то очень важно понять, насколько это оправдано, насколько это реально. Насколько то, что вы требуете от себя, справедливо, полезно, ценно и так далее. Потому что требовать от себя чего-то, требовать от самого себя – это одно. Но другие люди совершенно не обязаны делать того, чего, например, того, что вы, например, считаете для себя, ну, правильным, того, что вы для себя считаете верным и так далее. Поэтому данный аспект нужно учитывать. Если у вас, например, к себе завышенные требования, повышенные требования, то это, опять же, говорит о внутренней строгости, о внутренней несвободе и, соответственно, о подавлении своих желаний. Подавление своих желаний еще никому ничего хорошего не принесли. Поэтому я надеюсь, что вы этот момент обязательно учтете, ну, в дальнейшем поведении. Либо, либо запишитесь на консультацию с психологом, вот как раз в то время, что вы будете дома, раз в неделю вполне будет достаточно для работы над собой. Для освобождения от стереотипов каких-то негативных, для более свободного восприятия себя и огружающих, в том числе. Вот. То есть, я полагаю, что именно в таком направлении вам нужно двигаться. Если говорить о прямом ответе на ваш вопрос, значит, ну, вот, что делать, чтобы не стать таким же, как эти люди, то я полагаю, что ответить можно так. Помните, куда вы идете. Помните, к чему вы стремитесь. Помните, с чего вы хотите. Помните, что для вас важно. Не забывайте это. Другие люди. Отличные взгляды от, ну, от ваших. Это... Спасите дел. Это проверка. Это проверка того, насколько вы уверены в себе. Это проверка того, насколько вы истинны, искренни в отношении к себе и к другим. И то, что вы сейчас испытываете переживания, можно, к сожалению, охарактеризовать как неуверенность в себе, сомнение в себе. А значит, у этих сомнений есть причины. И чем быстрее вы с причинами сомнений разберетесь, тем лучше будет для вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.